Привет, интернет! Мы на выставке Computex 2024. Давайте же попробуем найти здесь самые необычные сборки ПК. Пойдемте! Мы у стенда Лиан Ли, где показывают вот такие разные интересные компьютеры, которые вы наверняка видели в ТикТоке или в Инстаграме в виде нарезочек под музыку. Но это далеко не самое интересное здесь и далеко не самая необычная сборка. Смотрите, что есть. Ну а перед нами творение модера из Филиппин по имени MadMods. Здесь фирменный тег его сверху, а сам робот выглядит как обычный робот из Star Wars. По характеристикам имеем Intel Core i5-12600KF, а также RTX 4090. Несмотря на то, что выглядит миленько, но напихает за щеку вашему компу. Интересно, что сзади он установил специальный дисплей, который выводит системную информацию, температуру процессора, например. Сейчас всего лишь 28 градусов. Видимо, компьютер ничем не занят, просто стоит на выставке. Выполняет роль декоративного элемента. Выглядит прикольно. Как насчет компьютера в виде акулы? Это дебют дизайнера из Таиланда по имени Ин Нони. Здесь по характеристикам не супер топ. Всего лишь Core i7 14-го поколения, 14700K. Также RTX 4060. Поставить такого себе в комнату, мне кажется, прикольно. Вот это пыли соберет, да? Вот тоже необычная сборка. Интересно, что они запустили здесь гоночный симулятор. А здесь рядом поставили компьютер в виде автомобильного колеса. С экраном, конечно же. На экран выводится температура CPU, GPU, загруженность оперативки и так далее. Внутри, кстати, стоит довольно неплохое железо. Не знаю точных цифр, но в 4К тянет гоночный симулятор на ультра. Коля охреневает. Он впервые за гоночным симулятором. Вот вам еще одна идея для сборки. Тупо без корпуса. На ноге поставил, красота. А что это за кнопка? Ну а вот этот компьютер взял награду как самый инновационный на Computex 2024. Выглядит он вот так. И это уже не какая-то там кастомная сборка от модеров. Это серийный комп называется Neptune от iGame. Здесь, смотрите, идет водяное охлаждение, которое заходит сразу в видеокарту. И, скорее всего, вы можете выбирать конфигурацию этого компьютера. Проц, видеокарту, оперативу там и так далее. Выглядит необычно. Я бы себе на стол такой поставил. Смотрите, какой маленький, миленький малыш. Называется он iGame Mini Frozen. Смотрите, какая материнская плата здесь стоит. Ну это же просто милота. Она чуть-чуть больше моей ладони. При этом сюда помещается какой-нибудь злющий процессор, типа Core i9 300 миллионов. Пять. На стенде Asrock мы нашли сразу три компьютера, посвященные Avatar Frontiers of Pandora. Здесь капсула, летательный аппарат, а также меха. Здесь вообще не важно, какое железо установлено внутри, потому что самое главное то, как выглядят эти сборочки. Просто посмотрите. Ну это же прикольно. Ладно капсулу еще. Ну такое себе, да, на самом деле. Но компьютер в виде робота из Аватара себе домой поставить, это прям мега круто, на мой взгляд. Жаль, не серийные. Ну а здесь весь стенд посвящен модерам. Они взяли один и тот же корпус, но сделали много разных вариаций сбора. Как можно их разукрасить, какое железо можно внутрь поставить. Кто-то сделал вот такую желтую фигулину, кто-то белую. Но самое прикольное, мне кажется, вот это оранжевое. Это от модера Тимми Паркер. Здесь использовал он оранжево-черную расцветку и вывел систему охлаждения наружу, поставив ее на ножки. То есть это все охлаждается, жижа идет по трубам внутрь корпуса и охлаждает видеокарту и процессор. Вот я щупаю видеокарту, и она не то, что не горячая, она холодная, блин. Далее тоже у нас идут кастомы, но уже не такие крутые. Вот просто красная сборочка. По мне выглядит простенько. Здесь тоже в желто-черных цветах. Единственное, что здесь стоит очень низкого качества дисплей с никнеймом модера J-Custom. Ну и внутри корпуса, конечно же, тоже экран. Здесь сборка от тайландского модера. Я не прочитаю это никогда в жизни. Шучао Ман Чем Пьян. Там очень хороший человек. Но самый упоротый, блин, дизайн получился у чувака из Австралии. Кори Грегори его зовут. Он сделал что-то в стиле чего? Что это даже, я не могу понять. Все элементы здесь выполнены из дерева. Внутри также водяная система охлаждения, которая идет на процессор, на видеокарту. Но решение обить корпус деревянными элементами, мне кажется, это самая прикольная идея, которая могла прийти в голову. Настоящее дерево, да? Короче, с одним из модеров мы зазнакомились лично. Его зовут Молик. Он из Индии. И он сделал три вот этих компьютера. Фишка этого в том, что это по дизайну очень интересно сделано. Но это меньше изов. Смотрите, что вот это такое. Во-первых, здесь есть движимые элементы, двигающиеся, которые двигают зеркала. Во-вторых, если посмотреть на корпус, то здесь можно не заметить, где находится видеокарта. Оказывается, он взял, поставил видеокарту вот сюда. А с этой стороны, напротив, он поставил проектор, который проецирует на видеокарту различные лучи. Сама сборка очень необычно выглядит. Не знаю, какой в этом смысл, правда, что несет идея, но выглядит мега необычно. Ну, а это заправочная станция. Мало того, что здесь есть пистолет, как будто для заправки, так еще и по системе жидкостного охлаждения течет желтая жижа, напоминающая бензин. Ну и все сделано в стиле американской заправки. Американский флаг сверху, Road 66 и многое-многое другое. Выглядит эпично. Идем по выставке, никого не трогаем, смотрим. Ух ты, Vision Pro! Потом такие, не, нихрена, это ж не Vision Pro. Оказывается, китайцы сделали поддельный Apple Vision Pro, слизали полностью дизайн. Единственное, не смогли реализовать нормальную камеру переднего вида, поэтому смотрится очень отвратительно. Одевать это на голову я, конечно, не буду. Господи Иисусе, ужас. Мы на стенде Клеф нашли вот такую необычную сборку. Клеф это производитель оперативной памяти. Модер, который сделал эту сборку, живет в Тайбе. Зовут его Марк. Здесь у нас специальные часы, стилизованные под лампы накаливания. Различные элементы в стиле дизель-панк, наверное. Выглядят очень необычно, а вся стилистика сборки больше напоминает некий ретро-проигрыватель. Плюс еще эта штучка может закрыться, а здесь есть у нас еще и антенка. Прикиньте, у вас какая-нибудь квартира из красного дерева, и вы играете за таким компьютером. Стиль? Стиль. Пожалуй, звание самого необычного ПК принадлежит вот этому творению. Модер по имени AK специально для Клеф сделал вот такое чудо. Под очень-очень старый компьютер он стилизовал весь корпус. Причем, смотрите, здесь прикол в чем. Если открыть этот корпус, то можно увидеть, что там внутри. Очень аккуратно все, минималистично, чистенько. Но, несмотря на то, что это как бы под ретро, здесь стоит довольно современное железо. Intel Core i7-14700K и видеокарта, по-моему, RTX 4070 здесь стоит. Визуально очень приятненько. Плюс к тому, смотрите, он взял самую инстаграмную мышку в мире и также ее стилизовал под такой ретро-дизайн. Ну, не ретро, вернее, а такой пошарпанный, пошатанный, как это сказать? Все элементы оранжевого и голубого цвета. Ну, а основным он выбрал такой желтоватый под старый компьютер. Ну, и, конечно, поскольку Клев спонсировали всю его сборку, то оперативку он вывел наверх для того, чтобы красовался их логотип. Ну, и самый главный стенд с самыми необычными компьютерами, которые существуют, блин, в этой вселенной, начинается, конечно, здесь. Это стенд G-Skill'а. Здесь они собрали максимально необычные сборки. Например, вот этот комп, его в чем прикол? Здесь у нас стоят бочки с жидким азотом, которые перекачивают его прямо на систему охлаждения. Поэтому контакт с процессором здесь порос, блин, дом. И этот лед падает вниз в виде снега. Здесь у нас корпус с динозаврами, материнская плата с процессором и всеми остальными деталями ездит вверх-вниз по специальному лифту. Сделано все в стиле мира юрского периода. Ну, необычно, короче. Здесь у нас настоящий робот из робокопа. Если вы не помните, это именно он расстреливал офисных сотрудников. Сверху материнская плата со всеми элементами и система жидкостного охлаждения. Даже оперативочка какая-то стильная. Здесь компьютер в виде головы дракона во льду. Настоящая форма искусства. Сейчас я попробую закрыть эту планету. Э, ладно. А то я сейчас получу люлей от китайцев. Видеокарта и процессор также охлаждаются с помощью системы водяного охлаждения. Выглядит мега стильно, эпично. Плюс еще расколотая планета. Видимо, в этом есть какой-то символизм. Здесь компьютер в виде автомобиля. При этом на видеокарте, обратите внимание, еще есть пушки. Так что это боевой автомобиль. Здесь он может крошить врагов, если поедет вдруг. Этот корпус необычен тем, что здесь танцует девочка. И делает она это в 60 фпс и еще и в проекции. Внутри ничего не видно из-за того, что все покрыто специальной белой заглушкой. Поэтому выглядит очень минималистично и эстетично. Здесь у нас все в золоте, в бриллиантах. С видеокартой Asus ROG Matrix. Это 4090 уже со своим охлаждением. Плюс они вывели здесь специальный дисплей, который в таком же золотом стиле показывает нам статистику использования ЦПУ и ГПУ. Ну а эти мы уже видели в прошлом году и опять их сюда привезли. Здесь у нас комп в виде кофемашины, который реально может налить тебе кофе. Но поскольку мы уже пришли под конец дня, нам вряд ли нальют. И, конечно же, самый главный экспонат всей выставки, который год покоряющий сердца всех посетителей Computex. Это комп с кегой с пивом. То есть вы можете прийти и налить себе немного пива Ундрия. Ладно, не буду этого делать, но поверьте мне, пивасы они здесь наливают.